Заменить правую часть на такое выражение Фи от 61 больше 100 И так далее В общем, мы должны вычислить Фи от 61 Ну, может быть, это и можно вычислить Но, в общем, что-то тут будет очень такое сложное Может быть, и долго будет работать К тому же вопрос Можно ли эту функцию вычислять попроще Вот То есть неподвижная точка вот такой программы Это ровно та функция, которая определяется этой программой Нас интересует И мы знаем, как она устроена Вот мы ее обозначим буковкой Ф Мы знаем, что она равна супремуму функционал Соответствующей сильной степени И От нигде не определенной функции Омега И больше либо равна нуля Вот То есть Может быть Нам пытаться вот таким путем Символной компиляции, как говорится Вот такую функцию построить В каком-то виде без рекурсии Да Тут вот когда Сплошные рекурсии Там это не очень легко контролировать процесс вычисления То есть там распараллеливается процесс вот этих рекурсивных вызовов И значит вот когда не совсем все плохо, тогда пытаемся просто по-работчик-крестьянски найти какую-то другую форму той функции, которая определяется такой программой Вот Ну, кстати, я обращаю ваше внимание на следующую вещь Значит, вы знаете, что такое супремум Значит, вот такое множество функций — это цепь А значит, когда у вас есть цепь функции Ее значение на конкретном каком-то аргументе Вот Оно равно значению какой-то компонента этой цепи на этом аргументе Да, помните, да Там вот Если все значения равны омеге, то значение супремума тоже равно омеге А альтернатива может быть только сначала омеге И потом подскок до не омеги И потом все эти значения идут те же самые неизменным образом И поэтому, значит, они все равны значению какой-то компоненты вот этой цепи То есть, вот фактически, вот для конкретного D Значение вот этого самого супремума Ну, D — это вектор вместо переменных по данным Равны какой-то F, какой-то N0, конкретное число сигма от омеги На этом самом D То есть, вот то, что вас интересует Можно вычислить, если вычислить какую-то степень вашего функционала Вот, если на вашем конкретном интересующих вас векторе значения аргументов Это не омега, то тогда вы нашли решение Вот, ну, то есть, вот самый такой тупой Вернее, вот как надо вычислять F в степени 1 от омега Подставлять туда компоненты D Смотреть, что получится, омега или не омега Вот, потом степень 2, потом степень 3 и так далее Так, значит, вот возведение степени — это штука, которая, может быть, как это называется-то, по ускоренному алгоритму быть вычисленным То есть, вот вопрос такой Он очень неформальный, он очень сложный Но, вот, люди делают попытки построения оптимизирующих компиляторов Именно вот используют такой подход Вот нельзя ли вот эту степень функционала вычислить вот таким образом Значит, вот F в квадрате, еще раз в квадрате, понятно, да, там То есть, вот когда N0 равно 2 в степени k, то вот такое вычисление, оно, может, сделано за два шагов путем, вот, возведения в степень 2 Результаты предыдущего шага сделано Вот, то есть, вот обычный процесс, он там, N0 Подбираются кандидаты по порядку, там, 1, 2, 3 и так далее Вот, а может быть, можно придумать такой способ, чтобы сам функционал возводить в степень Вот, и затем для каждой вычисленной степени Вот, k раз мы проитерировали Подставляем туда омегу Ну, то есть, символьным образом делаем символьную замену, переменную замену на омегу функциональную Вот, получается, конкретной функции У нее подставляем это самое D Вот, в общем, вот Вот, мой коллега Аркадий Климов, вот, ровно такую идею пытался реализовать У него получилось построение распараллеливающего компилятора для вычисления некоторых простых функций То есть, вот он, когда вычислял такие вот итерации функционала соответствующего программе Вот, по такой схеме То, вот, у него получалось, вот, получилось, в общем, параллельно оптимальная программа для вычисления некоторой важной функции Вот, в общем, вот то, что я сейчас сказал, это некоторая такая очень неформальная идея Вот, думать на эту тему полезно Вот, но сейчас я все-таки хочу вернуться к нашей, значит, задаче, связанной с вот этой функцией Вернее, с вот этой программой Значит, вот у нас, когда мы пытались ее исполнять рекурсивно, да, значит, дошли до вот этого процесса То есть, вычислить на 50 Мы свели к вычислить на 61 Вот, а вычислить на 61 Аргумент, когда имеет значение такое, то, может быть, там будет фиат 72, ну и так далее То есть, там непонятно вообще, будет ли у нас То есть, какой ответ получится Ну, давайте попробуем компилировать такую программу символьно То есть, вот, итерировать функционал, может быть, что-то хорошее и получится Так, ну, помним, да, с чего начинается Начинается все с нигде неопределенной функции То есть, f0 сигма от омеги равно омеге Попадаю в камеру f1 сигма от омеги равно То есть, тут омега, это вот такая функция x больше 100 x минус 10 А иначе омега Вот такая функция Так, теперь вычисляем f2 сигма от омеги Вот, надо вот этот терм подставить То есть, вот, фи у нас Мы заменяем на конкретное уже выражение Вот такое То есть, там, фи от чего-то Вот, аргумент фи мы подставляем вместо икса Так, ну, вот я тут сейчас Так Значит, я утверждаю, что будет вот такое выражение Значит, как ни крути, надо писать вот это сначала Значит, если x больше 100, то ответ будет x минус 10 А иначе надо вот эту функцию написать Ну, сейчас, вот, у меня просто уже есть ответ Значит, я напишу такое выражение и давайте поймем, почему оно правильно x больше 101 минус и Нет, 101 минус Итак, это f2, да Значит, это e2 То есть, 101 минус 2 Тогда ответ 91 А иначе омега Это правильный ответ или нет? Вот, давайте Вот, давайте То есть, вот у меня тут это просто сделано в общем виде Значит, если i равно от единицы до 11 Так, да, значит, то тогда f сигма Так, это сигма тоже В степени i от омега Это будет такое выражение И если x больше 100, то ответ будет x минус 10 А иначе, значит, надо проверить x больше, чем 101 минус i То 91, а иначе омега Вот, это правильный ответ или нет? Ну, давайте, кто сообразит, хотя бы для двух Значит, вот у нас Надо просто вместо φ подставлять Так, давайте я сейчас Значит, для двух мы смотрим, да То есть, пишем, если x больше 100, то x минус 10 А иначе, вот это выражение, значит, тут два раза φ, да Поэтому, вот эту функцию надо написать Вот, давайте ее напишем Значит, если x больше То только там не x, а вместо x а надо аргумент Значит, вот φ от x плюс 11 больше 100 Тогда, тогда ответ будет φ от x плюс 11 минус 10 А иначе омега Вот, так, и φ мы помним, что это за функция Вот, ровно та, которая на предыдущем этапе у нас была Ну, и давайте тогда именно это мы и впишем сюда Так, я буду снизу подписывать, а потом сотру Ладно, в общем, помню, φ от x плюс 11, значит, надо написать там x плюс 11 Так, тут больше 100 x плюс 11 больше 100 Тогда ответ x плюс 11 минус 10, да А иначе омега Вот это вот выражение должно быть больше 100 Вот, и здесь вот ровно это самое и надо написать Значит, x плюс 11 больше 100 Тогда x плюс 11 минус 10, а иначе омега минус 10, да Ух, 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 ух Так, теперь, значит, вот есть такое правило дистрибутивности И в занялся, и любой функции То есть, вот то, что вот это вот все написано Это можно сначала написать так Если x плюс 11 больше 100 Ровно сильно чему? x больше 89, что ли, или чего там x больше 89, значит, так что-то запутался Ой, значение Так, если x больше 89, да, то тогда ответ этот Так, что-то запутался Ну, в общем так Здесь, значит, вот Кто-нибудь может это до конца довести? Ну, в общем так Вот утверждается, значит, используя разные правила Символьных преобразований Можно вот это выражение ваше Прередуцировать до вот такого выражения Ну, короче говоря, значит, это сделать можно Только у меня сейчас нет ни сил, ни желания это делать Вот, значит, вот там цепочка будет такая Вы сейчас это вот просто примите как факт Вот, значит, там, когда у вас будет и больше чем 11 То тогда, значит, вот соответствующий вот этот самый функционал Вот, f в степени и от омега Он у вас будет иметь вид такой Значит, если x больше чем 100 То тогда ответ x минус 10 Вот, тут будет двоеточие альтернатива Значит, x больше 90 минус и Так, совсем ничего не видно, да Так, 90 минус 11 Ой, нет, неправильно я это напишу сейчас Вот, чтобы все видели Значит, когда и больше чем 11 Тогда f в степени и сигма от омега Равно такому выражению Если x больше чем 100 То x минус 10 А иначе, если x больше 90 минус 11 умножить на i минус 11 То ответ будет 91 Иначе омега Вот, ну и что мы знаем Значит, неподвижная точка Это супремум То есть, вот при достаточно больших i Вот, надо посмотреть Какое значение у этого выражения То есть, оно будет Кстати, а зачем мы писали Вот для 2, 3 и так далее Там вид уже не такой, наверное, да? Ну, то есть, вот мы все писали Там выражение Имели один вид То есть, там все было регулярно Но вот такая регулярная зависимость Она приобретает уже постоянный вид Когда i больше чем 11 Вот И мы, значит, знаем, да? Что неподвижная точка Это Значение вот этой функции Вернее так Вот Это выражение При любом i достаточно большом Вот Когда i стремится к бесконечности То тогда Вот это выражение Рано или поздно станет ложным Да? Или каким оно станет И стремится к бесконечности То, в общем, там убывание будет И рано или поздно Это станет нулем Значит, неподвижная точка Такого выражения Так, что я говорю, господи? Так Значит Так Когда x больше 100 Так Значит Вот Выражение Вот это Оно станет Так У меня написано Вот Значит так Вот у нас функция зависит Вот это Вот выражение зависит от x и от i Да? Значит Наша цель Для конкретного значения x, d Вычислить Вычислить Неподвижную точку То есть Вот это выражение При больших i Значит Вот x у нас Конкретное значение Вот А И Может быть Сколь угодно Большим Вот И наше интересующее Нас значение f от d Да? Это значение Вот это выражение При достаточно больших i Вот Ну Значит Мы поняли Такую ситуацию Что Когда x больше чем 100 То Во всяком случае Вот это Будет верно Да? То есть Вот x больше 100 То ответ совершенно точно Должен быть x минус 10 Он От i никак не зависит Вот А Иначе Значит У нас x будет больше При Достаточно больших i Да? То есть Это будет Отрицательным Вот И значит Наша неподвижная точка Она Есть значение Это выражение При каком-то конкретном И при всех И больших него То есть Вот понятно Да? Что мы можем увеличить И как угодно И вот мы Его увеличим То есть Вот Понятно Короче говоря Что вот это будет истинным Потому что Конкретный x Оно будет больше Правой части При достаточно больших i Поэтому Будет 91 Все-таки у нас Вот Это выражение Есть Неподвижная точка Которую мы нашли Аналитически Просто Явно Делая Аппроксимации Нашей неподвижной точки Вот Значит Вот это Давайте Домашнее задание Вот То что я сказал Вот Вот Это вот Запись Получить ее Вручную Вот Доказать Что действительно Вот это будет так Ну и значит Вот мы получили что-то Гораздо более Эффективное С точки зрения Вычисления Чем Вот то выражение Которое С рекурсивными Вызовами Требуется Это дело Распространить Ну вот Хотя бы Фибонач Да То есть Вот Фибонач Рекурсивный Который Два степени Вызов Порождает Может быть Тоже так Прокомпилировать Чтобы Там были Как Такие Итерации Ну вот Там вот Именно Понять Как из этой цепочки Функции Построить что-то единое Вот А когда вот эти вот Функции Они У вас Там Это У вас Тоже будут Термы Вот Найти То есть Результат Должен быть Блок схемы То есть Надо понять Как сворачивать Циклы Вот эти вот Термы Значит Это вот Такая Наука Есть Под названием Суперкомпиляция Вот Я тоже Участвую Вот И значит Это Очень Правильное Направление Построение Методов Оптимизирующих Компиляции Программ На языках Высокого уровня Вот И математически Эта задача Сводится К тому Чтобы Искать Какие-то Регулярности В цепочках Термов Которые Являются Аппроксимация Для решения То есть Это Какая-то Аппроксимация Для решения Вот И Ее Надо Вложить Во что-то Являющееся Решением Как это делать Вот Проблема Очень Неисследованная То есть Существующая Математика Эту проблему Решить не может Ну вот Значит Полезно Для простых функций Типа Фибоначчи Получить Вручную Вот Эти Блоксхемные Виды Неподвижных Точек Так Теперь Сейчас Я хочу Перейти собственно К той теме Которую Я уже обещал Две недели Назад И до сих пор Так и не затронул Верификации Функциональных Программ Так что Давайте Мы Рассмотрим простейшую Функциональную Программу Ну Сортировки Например Вот Функцию Сортировки Обозначу Буквкой С Напомню Что Она Определяется Эпсилон А Иначе Это будет Ну Вставку Давайте Я буду Так Значит Вставку Первого Аргумента Во второй Аргумент То есть У меня Символ функции Между Аргументами Будет Писаться Значит Надо Надо Вставить Голову Икса Подсортированный Хвост Икса Вот И Вставку Надо описать Что это за функция Вставка А в У Это функция Если У То Она Есть А Эпсилон А иначе Надо Вот Уже Разбирать Случай Когда А Меньше Если Либо Равна Голова Игрека То Это Есть Просто А Игрек А Иначе Это Голова Игрека Иначе Которой Приписана Вставка А В хвост Игрека Значит Вот Можно Написать В таком Каноническом Виде То есть У нас Все термы Вот Так Как Определялись Функциональные Символы Которые Применяются К аргументам Это В таком Виде Можно Написать И в том Виде В котором Пишется Функциональные Программы На языке Хаскель Вот Значит Тут Такая Будет Запись Значит Вот С Я должен Определить Когда Икс строка Это Можно Делать Путем Разбора С То есть Я Варианты Для Икса Пишу В явном виде Это Либо Пустая Строка Либо Это Голова и хвост Аргумента И вот Я тогда Пишу Какие ответы Должны быть На разные варианты Аргумента Входного Для С Значит С От А Б Я так Напишу Равно Ну вот То Чему У нас Правая Часть Равна А То есть Когда Аргумент А Б То Икс Равно Эпсилон Это Ложь Тогда Это Голова Аргумента То есть А Вставка В С От Хвоста То есть В С От Б Вот Это Переход К Другой Записи Это Эквивалентная Форма Записи Но Вот В языке Хаскель Программы Вот Ровно В Так И Значит А Стрелка Пустая Строка Равно А Стрелка Равно Значит У Меня Вот Это Выражение Надо Написать В том Случай Когда У Это Б Значит Если А Меньше Либо Равно Головы То есть Б Ответ А Б А А Иначе Это Будет Б И за ним Идет А Стрелка С Вот У меня Значит Наша анализируемая программа Приобрела Приобрела такой вид И Верифицировать Я Хочу Вернее Так Что именно я должен Верифицировать Как выразить правильность Такой программы Мы Имели Затруднения Когда Это Было В блок-схемном виде Да То есть Там Упорядоченность результата Мы Просто Формализовали Путем Введения Новой Буквы Ну то есть Орд Там С тремя аргументами Новая предикатная буква Использовалась Мы Не Описывали Формально Просто Считали Что мы понимаем Что это значит Ну то есть Как-то вышли из положения Вот А Здесь Можно более Формально описать правильность Этой программы Можно написать Еще одну проверочную Функциональную программу Вот Пусть ее имя Орд Значит Орд У него Аргументом является Строка А результат Единицы Если строка упорядочена И ноль иначе Вот Я сейчас ее напишу Значит Если Х равно Эписилон То ответ Один Иначе Если Хвост То Наверное Ответ Тот же Один Иначе Вот сюда мы попадем Если хвост тоже не пуст То есть Как минимум 2 Есть у нее Символы В аргументе Значит Если Х Больше Чем Х Тыл То есть Первый символ Больше второго То ответ Ноль А иначе То есть Первый символ В эксе Меньше Лебрайн второго То наверное Ответ будет Ровно такой же Как для хвоста Вот Разрешается Применять Ту же самую функцию Ну понятно Что это будет Работать Под конечное время Потому что Только один вызов Примеется к меньшему Аргументу И вот Рано или поздно все Кончается Значит Вот Написали Проверочную функцию И условие корректности Выглядит так Для любого Х Орт От С Равно 1 Вот именно это Нам надо доказать Как математическую теорему Это Надо доказывать Не Не Так сказать Не неформально А используя Такие Математические Значит Правила Которые Связаны с Эквивалентными Преобразованиями Вот теперь Вот мы Сейчас мы Представляем Эти Уравнения Которыми Из которых Состоит функциональная Программа Как тождества Значит Которые верны При любых Значениях Переменных По данным И вот Нам Разрешается Делать Только Такие Замены Значит Левой части Любого Тождества И Любое Тождество Можно Преобразовывать Другое Тождество Путем Замены Подстановок Вместо Переменных Это Будет Истинное Равенство И Значит Вот такие Замены Тождества Позволительно Делать И Замена Одной части Тождества На другую Позволительно Упрощающие Преобразования Которые Которые Позволяют Вот Орт Орт Тоже В таком Виде Мы Перепишем Орт От Эпсилон Равно Один Орт От АВС Равно Ну Если А Меньше Либра Равно Б То Это Будет Орт От Б Ц А Иначе Так Я Там Неправильно Написал Если А больше Б То Это Я Переписал В Эквокалентной Форме Ну Давайте Теперь Доказывать То Что Мы Хотим Значит Доказательство Будет По Индукции Х Это Строка Которая Либо Она Простая Либо Она Сложенная И Вот Мы Сначала Базис индукции Рассмотрим Когда Х Самая Простая Строка А Потом Значит Х Произвольная Х Равно А Б И Мы Будем считать Что Для Любого Значения Икса Меньше Чем Вот Тот Который Мы Рассматриваем Это Это Верно Из Этого Будем Выводить Верности Нашего Утверждения Значит Ну База Базис Значит Орд От Когда Х По Уставе То есть С От Эпсилон Вот У нас Есть Тождество С От Эпсилона Орд От Эпсилона Один Тоже Тождество Есть Доказали Так Теперь Значит У нас Переход Индуктивный Значит Орд От С От А Б Это Равно С От А Б Тождество Есть Орд От А Стрелка С От Б Равно ли это Единице Мы Предполагаем Что Орд От Б Строка Поменьше Чем А Б Орд От С От Б Равно 1 Вопрос Почему Тогда Вот Мы Докажем Что Это Верно Если Мы Докажем Более Общую Лему Вот Я Сейчас Напишу Лему Лему Значит Если Орд От Чего-то От Х Равно 1 То Орд От Вставки Этого Астрелка Х Тоже Равно 1 Вот Мое Утверждение Которое Надо доказать Является Частным Случаем Вот Вот Этой Леммы В качестве Х Здесь Выступает С Вот Значит И Вот Я Сейчас Теперь Все Оставшееся Время Посвящу Доказательству Этой Леммы Вот Я Уже Про С Забыл Как Она А Доказывать Я Буду Опять Индукции По Иксу Вот Видите Здесь Индукция В индукции Значит Я Обобщил То Что Надо Доказать И Опять Запускаю Еще раз Индукции По И У меня Таких Внутренних Доказывать Значит Начиная Самых Простых Видов Аргумента Ну Я Буду Усно Говорить Значит Когда Икс Равно Эпсилон Тогда Орд А Стрелка Эпсилон А Орд А Эпсилон Равно Один Ну Здесь А Понятно Это Любая Переменная То есть Вот Здесь А Понятно Это Любая Переменная То есть Вот Все Икс Равно Эпсилон Разобрались Теперь Индуктивный Переход То есть Наша Лемма Имеет Вид Такой Значит Вот Пусть Икс Равно А Б Значит И для Б